Тогда давайте начинаем. Первый это Кирилл, кардиожурнал, проект. Пожалуйста. Собственно, меня зовут Кирилл, в двух словах. Я хочу написать кардиожурнал, предложение для гипертоников, задача которого хранить себе данные, удобную у них, то, что можно было удобно ввести, указание тонометра человеку, чтобы они сохранились, никуда не пропали. Был какой-то хотя бы простейший анализ, то есть хорошо, плохо, нормально. Суть приложения. Это же написано на Android сейчас. Я хочу сделать то же самое на Tizen. Вопрос. Под Android это сделано как приложение Dalvik, как HTML5, как нативное? Как нативное приложение. А, соответственно, так, он сигнал откуда получает данные? Вообще говоря, вводится вручную. В идеале, конечно, сделать в Bluetooth, но это очень сложно из-за производителя тонометра. Нет единого стандарта, чтобы все уходить. Понятно. Ну, ладно. А там тонометры, как-нибудь с компом, они не синхронизируются? То есть, вот, в принципе, там есть... Сам тонометр? Нет, это возможно. Ну, говорю, у каждого произойти тонометра. Там под каждым буквально писать придется. Вопрос. Именно давление. Именно давление. Давление пульсов, что на втором мире и второе. Нет, именно давление. Хорошо. А кроме этого давления еще что-то? Верхний, нижний пульс давления, в принципе, запоминается. Ну, игрень, соответственно, пока он будет. Должен быть. Если у вас будет. Скорее, комментарий, как бы... Если вы планируете потом когда-то это приложение продвигать в около медицинской сферы, вам нужно как-то в нем явно указать, что оно носит рекомендательный характер. Да, это мы уже еще с приложением на дробь прошли. Всякие запахи медицинских. То есть, ну, формально, естественно, будет где-то, когда он будет распространяться указано, что совершенно... Мы ничего не... Никаких гарантий, ничего не знаем. Дискламер. Единственное, что мы носим на дробь характер, это вообще ни в коем случае не оправдание, не идти к врачу, еще что-то. Если вообще... Можно это приложение? Скорее всего, тебе надо идти к врачу. Ну, да. Весь. Такое мое. У нас... Да, и говорили. Да. Как-то раз. Не забывали про то, что это носит на дробь характер. Еще вопрос-комментарии? Ладно, удачи. Спасибо. Следующая группа и проект, который у нас идет вне конкурса, группа номер два, FACNRACE. Это Катя и Марк. Меня зовут Марк, это Катя. Мы решили... Ну, вернее, не то, что мы решили. Катя решила за нас, что мы будем делать это очень интересное приложение. В лице нашего покутчика по поезду, которого забил фронтан идей. То есть первоначально Катя хотела сделать обычное приложение, ну, как на многих, на многих, где есть акселерометр, вот шарик по лабиринту просто гонять. Но только наш покутчик услышал про такую банальную, скучную идею, он сказал, что, не, вообще просто ни разу, давайте лучше добавим сюда немного траурной тематики и черного юмора. То есть в итоге идея трансформировалась... Ну, как бы, лабиринт трансформировался в кладбище, а шарик трансформировался в гроб. В гробик. В гробик. Ну, и там было еще очень много идей, которые мы пока не будем озвучивать, что нам бы это сделать. Ну, то есть такая убивалка времени с большой долей черного юмора. Там русский вариант «загони гробик в маюку». Ну, перевод. Вопрос, комментарии? А чей гробик-то? Это вопрос мы еще не продумали еще. Можно где-нибудь, либо чью-нибудь фотку вставлять там откуда угодно, либо устройство любого. И, соответственно, автоматические, чтобы он, так сказать, поверх. Ну, на самом деле, сегодня утром у Кирилла появилась идея сделать это кладбище для животных, а не для людей. И там... Я... Конечно, даже для людей не считают. Ну, котиков, да, он там, Кирилл предложил сделать котиков. Да, когда он увидел фонку нашего предложения, он сказал, что было бы прикольно видеть... Ну, вообще... Котика рядом. Котика, да. Ну, это вот... Да, это Вера Кирилла, что котики, они владеют миром, и все предложения с котиками всегда выигрывают. Даже не конкурс. Побеждает дружба. Котик, да. Вопрос, комментарии еще? Ладно. А, да-да-да, вопрос. Уровни будут? То есть там, ну, разные... Или вот как... Откуда берется вот этот лабиринт? Вот, идея у нас, как бы, да, по уровням это все дело разбить. То есть, ну, юзкейс примерно такой. Как бы, вот, есть лабиринт, там он как-то сделан. Ну, так что, проходим, есть точка входа, точка выхода. Нужно из А попасть в Б. Ну, точка... Значит, финальная точка, это, соответственно, могилка. Ну, то есть, куда нам нужно попасть. А по дороге к могилке, куда можно не туда попасть? Там Ангел, Диавол, Диавол, Диавол. Ну, в плане, в общем, были чужие могилки, и, ну, как бы, пока мы решили этих ограничиться. Ну, то есть, все, как бы, похоже на вот те лабиринты, которые были для ноги. Я не помню, как там называется. Там тоже были, как бы, лунки, в которые нельзя подать, а лунки, в которые можно. Вот тут примерно похожи. Ну, ладно, а он, автоматическую генерацию лабиринтов вы не хотите сделать? Хотим, но боимся, что у нас не хватит времени. Ну, ладно. Это было бы, наверное, вот самая такая, раз уж убивалка времени, то там случайно сгенерировал, каждый раз что-то новое. Была еще, на самом деле, более жесткая идея вместе с уровнями добавлять прокачку игру. Я извиняюсь. Да, тоже. Набираю определенное количество баллов. Важно разрушать определенные стенки лабиринта. Ну, как бы. Летать, как спаночка. Быстрые колючки. Еще наш креативный сосед придумал делать там в определенных местах пиктограммы. И если, значит, твой гробик попадает на эту пиктограмму, он может появиться в любом месте лабиринта. Плюс до тупика. Ну, то есть, вот, и неизвестно. То есть, ты можешь попасть, на самом деле, в финиш по этой пиктограмме. То есть, пройти весь лабиринт, не заморачиваясь. Или, как бы, попасть в тупик. То есть, вот. И человек, играя, может решать. Ну, это вот все такие планы, которые... Ну, да, это очень много фич, на самом деле. Гроба-порталы, да. То есть, развивать есть куда. Да. Ну, ладно. Рекламный палец. Сколько внутри. Ну, да, еще один. Он предлагал нам скоперироваться с каким-нибудь покоронным герой. Если вы проходите три уровня, то вам освечивается 10-процентная цифра на голосовом. Для себя. Разумеется. Совсем жестоко. Ну, убивал-ка времени в прямом смысле этого слова. То, что скидкой, в принципе, человек не сможет воспользоваться. Ну, как же. Ему просто все равно. Ну, так что вот. Еще вопросы какие-нибудь. Ладно. Удачи. Спасибо. Третий проект. Это Андрей и Роман. Минус пять. Интересно. Я кроме названия минус пять не знаю ничего о проекте. Интересно, ты знаешь, что это? Ну, мы делаем игрушку. Она основанно на правилах такой баскетбольной игры. То есть, ну, сейчас расскажу коротко. Человек встает на какое-то место, бросает мяч, если попадает, то следующий игрок должен как бы с этого места тоже попасть. Если не попадает, то у него минус очко. Когда набираешь минус пять, проигрываешь, соответственно. Ну, то же самое, только... В телефоне, соответственно, тапаешь, там, придется мячик, бросаешь его в корзину, попадаешь. Следующий встает тоже место китая. Мы делаем режим игры, там, ну, на два игрока и с компьютером. Еще будет режим тренировок, где человек может тренироваться, потерять или хочет, и там в личных хелпах будет, там будет доска, там, и рано, вот, вау-эффекты, там, ты безобидораспоряд, там, получил, там, полностью, там, для облицсмента, что-то такое. А бросок, как, там, осуществляется? Ну, с помощью жестокого движения, да. То есть, так как и силы, там, скорости, там, чем сильнее оттягиваешь, тем, ну, как бы, сильнее мячиков тягивается. Ну, то есть, видимо, как вот в птичках, да, то есть, там. Именно оттягивание, то есть, не вперед броском, а... То есть, вот, чем дальше проведешь, тем... Ну, да, да, понятно, то есть, такой вот именно бросок. Интересно, а место с какого бросать? Каждый может становиться самостоятельно? То есть, допустим, начинаем... Да, то есть, если перед тобой не попали, то ты выбираешь место на поле заборя. А там, эта игра, наобщо на двоих рассчитанных, или там, в принципе, может больше людей играть, то есть... В принципе, может больше, но пока мы делаем... А какие-то уровни сложности будут, то есть, если играть не друг с другом, а с компьютером? То есть, там вообще, ну, для меня пока непонятно, чем-то вот, чем определяется, то попадет в компьютер или нет. То есть, там же как-то что-то просчитать, наверное, надо, да, чтобы... Там просто читает траектория, как мяч попал в корзину, и, соответственно, то есть, там, ну, уровень сложности просто рандом, больше, меньше будет, как бы, то есть... Ну, какие-то там, там просто какой-то набор параметров... Мы видим, допустим, есть 30... Ну, понятно, просто какой-то набор параметров, вот эта траектория задает, и просто они как-то там выбираются... Ага, еще вопрос... Вот когда человек с человеком, вы через что хотите соединять на устройство? Как просто передавать? А, понял, да, то есть одно устройство, и там точка... Вот это, наверное, через это, наверное, сейчас все... Сейчас такой, это, горячий стул, скажем, горячий телефон... Ну, там будет, правда, небольшая... Ну, понятно... Ну, все, все... Вопросы? Ну, вот, конечно, еще очень много на дизайне можно сделать, то есть... Ну... Да, то есть тут вот интересная графика была бы привлекательной... Ну, это да, ничего... Фон интересный... Фон интересный... Ну, а же там, можно выбрать окружение, там, где все происходит... Ну, да, ну, хотим, чтобы разное... Крывались там после чего-то следующая карта... На кладбище-то? Ха-ха-ха-ха-ха... Гробики кеткают... Нет, вам не надо, лучше мячик... Еще вопросы? Спасибо! М.Вах. Так, следующая группа – это Александр Светлана, o аэксандр ПАП... Это... Это... Экс capitalism монтед. Экс capitalism . Здравствуйте, я Александр! И я придарачный студент. Ха-ха-ха-ха-ха... Но все знают, что такое смр secretary... Кто? С МТП. Никто, значит. Ну, собственно говоря, я думаю, все знают, что такое интернет-пейджер, да, то есть это различные программы для обмена сообщениями. В принципе, существует, наверное, три основных больших группы таких интернет-пейджеров. Это, можно так назвать, группа Outfagi, это всякие ASCII, ИРКИ и прочее-прочее, которые отходят сейчас в историю. Вторая группа — это такие проприетарные протоколы, в основном, которые отражали себе рынок и держатся. Это, наверное, самое известное на Skype. Возможно, там Минус Мессенджер в Штатах, я точно не знаю, как он вдоль занимает. И третья группа — это XMPP протокол, это, значит, открытый протокол обмена сообщениями. Он используется очень много где, то есть практически любая такая известная компания прошла через этот протокол, то есть Google Talk начинался с него, потом они ушли. Facebook его использует как основу для передачи сообщений, по контакту он пытается перейти и прочее, и прочее. Соответственно, цель… Да, контакт с него ушел. Уже ушел? Быстро. Собственно говоря, и цель, получается, в приложении — это написать чистый XMPP клиент, чтобы могли включаться, к тому же Facebook осталось, и другим сервисам. Основная сложность в том, что у нас есть некоторое ограничение платформы Tizen на использованные сторонние библиотек, которых много. Поэтому после вчерашнего анализа того, что есть, получился вывод, что придется писать СММП. То есть использовать партию XMP2, на базе него, значит, распарчивать по команде XMPP протокол, который влияет XML, в его сущности и, собственно говоря, уже… То есть, соответственно, приложение нативное, нативный сервис будет, да? Да. Пока приложение нативное, потому что пока пишется как бы движок именно XMPP-шный. Будет ли это гибридное для передачи в графическую часть, то есть в ее интерфейсе сообщений пока еще не менее? Понятно. На самом деле, да, то есть в качестве от клиента какого-то сервиса хочется именно нативный сервис, ведь с другой стороны, мне кажется, что есть в библиотеке JavaScript, которые умеют с СММПП работать. Есть, да, только минус в библиотеке в том, что в этой библиотеке они работают либо по PSOK, либо по так называемому BOS. Это все является расширением СММПСР, и СММПП протокол. Соответственно, если вы хотите, то есть по умолчанию СММПСР они это не поддерживают. То есть они это поддерживают, только если на сервере установлено на сервере. Нашли не все поддерживают. То есть XMPP это очень большой протокол. Почему он его использует? Он большой, он гибкий, он расширяемый. Он расширяется для JavaScript, он расширяется за счет дополнительных установленных на сервере плагинов. И это будет либо WebSocket, либо HTTP-шные команды, что как бы в рамках того, что протокол может гарантировать передачу сообщений. То есть это доставка сообщений, подтверждение о прочтении, сообщение о наборе текста. То есть в рамках WebSocket и FUSH это очень сильно... То есть тоже вчера была исследованная тема. То есть сначала планируется какое приложение чисто на JavaScript. Но очень ограниченный функционал получается. А так приложение можно написать такое, что его можно расширять, 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 расширять. Ну плюс бонус в том, что когда... Вот то есть это одно важное замечание и бонус, который можно сделать с помощью нативной части, что когда оно сворачивается... Оно висит в память, да. Оно маленькое, оно может спокойно висеть, оно там ничего не кушает. Где-то только у вас висит панель задач. Как называется? Так и называется. Панель задача? Как называется панель задача? Как называется панель задача? Вот еще вопрос. Вопрос по UI. Для оценки как вы именно в поделке этого приложения все видите. Приложение как раз клиент, поэтому... Ну, это большой вопрос, потому что, как бы, задача по написанию космоприотек достаточно большая. План минимум — это подключение. Подключение пока понюшим. Вот так вот, хотя как бы уже сейчас... Ну, проектируется сейчас по защищенному соединению, да? То есть, ну, используется... Вот. Но пока вот это не будет, скорее всего, осуществляться по внештрому, потому что там это добавляет лишнюю террасу включения. Ну, так вот. 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 Включение, получение списка контактов и сообщения. А какой сервер для тестирования будете использовать? Джаббер Руна, Джаббер Руна, сейчас такой регистрация. Ну да. Ну, это тут действительно очень, наверное, важный момент, у нас было два проекта в Питере, таких вот серьезных, так сказать, инфраструктурных. И то, что ребят довело первое, то, что со многими проблемами они пытались справляться самостоятельно. При этом потом уже на финише выяснилось, что... С проблемами системы. Ну да. Достаточно было просто подойти к экспертам и тут надо их использовать. Здесь у вас упираясь в проблему, очень рекомендую, особенно когда Ренат подойдет на один части, он лучше всех может помочь. Так, это первый момент. И второе, это очень внимательно продумать презентацию проекта и, соответственно, вот сегодняшний день, то, что 18 часов будем делать, может на ней что-то уже обкатать какие-то идеи, потому что обычно, ну, скажем так, реализационную сложность в этой части очень хорошо все у таких проектов. Законченность, ну, обычно тоже все-таки получается. Не хочется просесть очень сильно на... Я понимаю, да, это большой риск, да, это понятно. И, может быть, сделать какое-то простейшее приложение с использованием? Простейшее приложение, да. Так как и будет дебажиться? Ну да, потому что такого... Ну, с другой стороны, хочется все-таки увидеть именно через интерфейс, именно отправку, получение списка контактов, да. Двумя девайсами это намного лучше. Ну, хотя бы компьютер там и еще один... Нет, можно... Любовь тратилась. Да. А все равно, то есть, по сути, протокол как бы открытый, то есть, сработать канал... Ну, заработает и на другом. Он поддержит много-много... Множество. Угу. Еще вопрос у Тони. Голосовая связь будет? Голосовая связь, XMPP не предполагает по договору, потому что голосовая связь будет развиваться на увесении точка-точка. Голосовая связь, вот, нужно опять же расширение этих XMPP. Ну, дополнение контактов, это XMPP называется. Эти XMPP в море просто, на самом деле. И это дополнительно потом, естественно. Зачем это? Эта задача, может, уже не для хакатона, но вот хотелось бы, чтобы итоге было. Если это немножко о минуте лирики, то видео и аудио связь, это за это... В рамках XMPP за это взялся Google. Он выпустил дополнение, вместе с XMPP, с ассоциацией они выпустили дополнение. Назвали это также Jingle, по-моему. Вот, и сейчас это благополучно превратилось в WebRTC. Угу. Благовое WebRTC поддерживает цитацию. Да. Следующая шестая группа. Роман Вячеслав. Офис Прот. Вы хотите назвать? Ну да, пожалуйста. Еще можно. После презентации уже будет. Вы скажите, я же перебежу. Месседж? 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 Месседж. А, отходим. Месседж? Сейчас, в последнее время, очень возросла проновия всех насчет кражи данных. Насчет того, что за ними следят. Все хотят скрыться, свидетельщего как правоохранителей, так и хакеров. И мы решили сделать приложение, позволяющее людям шифровать свои сообщения, шифровать любой текст и помещать его в любом приложении, где они это привыкли делать. Мы реализуем простой интерфейс. То есть, будет одно окно сначала для исходного сообщения, потом для ключа, и дальше расшифрованное или зашифрованное. Соответственно, это будет первая часть. Эта программа имеет. Вторая часть, если успеем, сделаем функцию стегнографии. То есть, скрытие сообщения в изображении, чтобы о нем даже существование этого секретного сообщения никто не догадывался. То есть, будет картинка обычная на устройстве лежащего. И с помощью этой программы будет из этой картинки вынуть данные. Ну, то есть, какие примеры применения этого приложения можете рассказать? Мы можем взять сообщение, написать смс по обычному, зашифровать свою картинку и отправить картинку. А человек может зашифровать нашу картинку. Ага, то есть, вот так вот. Ну, да. Куча вопросов. На самом деле, давайте первое. Вы сказали, что это защита, да? Стегнография не является ни криптографическим алгоритмом. Стегнография, она без криптографии очень редко используется. Будет использоваться одновременно криптография. Хорошо. Значит, такой вопрос. Смотрите. Вы хотите, значит, зашифровать текст, да? Пушить какой-то текст. Потом его вскрыть в картинке и передать. Да. А смысл? У вас зашифрованный текст? Нет. Смысл очень большой. Вот представь, ты на форуме или еще где-то кидаешь текст, А, Б, С, Д, там, какие-то странные символы из UTF-8, кодировки. Сразу понятно, что это что-то нехорошее, ты делаешь, что-то, передаешь шифровку какую-то. Так. Вот. А если ты скидываешь картинку котика или картинку с гробом? То есть, в разговорах, да вы все, да я вас всех найду, да и картинку с гробом. Все довольны. Никто ничего не знает. Нет, ну, ребят, ну, по поводу этого, значит, я слышал много приложений, значит, было куча других приложений с шифрованием смс-ок. По поводу стегнографии я вам что скажу, просто сильно на это не заморачивайтесь, потому что пользователь, вы сами подумайте, у вас мобильное устройство, вы предлагаете пользователю, чтобы передать там, я не знаю там, ну сколько там, 500 байт информации, да, которая ему нужна, да, вы предлагаете передать ему 300 килобайт картинки. Так в чем сейчас дело? Сейчас же очень развитый интернет мобильный посылок. Вот видите, где вы находитесь? Очень развитый интернет. И я с телефона. Прекрасно, один с телефона. Если люди будут обмениваться информацией, то есть 300 байт передать, да, даже штифрованный текст, передать 300 килобайт информации в картинке между двумя пользователями, имеет ли это смысл? Сейчас я объясню. Опять, подожди, по поводу этого, как это называется, устраивания в форуме, да. Часто ли ты используешь мобильный телефон? Вот смайфон, да? Что угодно. Что угодно. Вократно, что участка. Ты тоже покажешь, чтобы шибакам написать. Смотри, вот нам, например, если мы ничего не хотим скрыть, это не очень важно. Но есть люди, которым действительно важно блажение безопасности. В чем плюс? Они готовы за это платить. Они готовы за это много платить. Люди, которые хотят что-то скрыть, купят платную программу, которая имеет кучу сертификатов, которая действительно шифрует. То, что вы напишете, ребята, послушайте, то, что вы напишете, используя там криптостойкий алгоритм, например, Blowfish или AS, да, там, ну куча алгоритмов, да. Вот вы его написали, реализация, да. Алгоритм может сам по себе быть криптостойким. Ваша реализация может быть не криптостойкой. Поэтому есть сертификации, которые друг к другу проходят. Это очень сложно. Ты мне что-то возьмем неправильный КПСЧ? Просто в реализации ошибка. У вас будет переполнение памяти, и у вас будет выпадать. На самом деле, я думаю, просто для серьезной, задачи, но ребята вряд ли присутствуют на то, чтобы это было серьезно. А вот, например, use case для хранения личных паролей, это может быть интересным. Потому что сейчас одна из задач, это действительно, что много разных паролей у меня хранится. Не буду рассказывать где, но, например, у меня они в одном месте с текстом файлы собраны, поскольку я уже... Ну, то, что не совсем критичные. Так... Потому что я просто понял в один момент, что я их перестаю нормально помнить. Есть контейнеры для пароли специально. Это я знаю. Linux загрел тут, тем более, у себя порс. Тоже, но если ребят хотят обидвать один вариант в картинках, почему? Нет, вопрос на самом деле. Картинку в каком формате пишите, я никогда. Картинку, это зависит от того, что сумеем реализовать. Скорее всего, не уйдем сейчас за пределы БМП, за это маленькое время. Но в идеале это будет JPEG строить. А, в идеале. А идеал ли это там уже JPEG хранит? То есть, смотрите, у вас... Я знаю, как хранит JPEG, я занимался стигнографией. Ну, я просто хотел сказать то, что он хранит с потерями. Это раз? Да-да-да, я знаю. Во-вторых, у вас получается, допустим, слово без десяти символов, да? А вы это как зашифруете? То есть, у вас, по идее, то есть, как вы защититесь от того, что картинка не будет бита? В смысле, бита, то есть... В смысле, выпал какой-то, байтит? Это не проблема, это есть алгоритм, расстановление. Нет, там, на самом деле, другой вопрос. Это все патрульизовывать. То есть, это все, да, это все, на самом деле, минерализация, это уже и главная боль, на самом деле, JPEG мы сейчас... А, просто такой засыпки. Посмотри, вот, про сигонографию в картинках, это, по-моему, слышали все. Да? Почему вы не... Ты не слышал? Я это слышал уже, когда... Почему вы не хотите использовать другой контейнер? Например, аудио. Видео. Почему все хотят... Это самое простое, запихать картинку. В BNB ты еще просто берешь последние биты и заменяешь. Я понимаю это просто. Это... Все уже это знают. Это вот... Я слышу вот эту идею, вот засыпать в разных итерациях, да? Я слышал, наверное, раз в 60. Вот честно тебе говорю. Вот через другой контейнер. Сейчас скажу... Или тот же... Или тот же текстовый файл. И закрывать именно в текстовом файле. А чем это отличается вот реально? У нас шифровка текста. Стигнография от шифровки. Нет, нет, нет. Даже не то. Скрыть текст, не стоит использовать информацию, в самом текстовом файле. Почему... Скрыть текстовом файле это... Текстовый файл, он отвратительный контейнер для сигнографии. Потому что у него крайне малая пропускная способность. И можно, когда на канале, можно заменить этот текст, то есть можно очень легко привести все символы к такому-то одному виду. Например, ты передаешь в форуме или еще где-то, там замена производится в UTF символов или еще чего-то такого. И все сообщения просто... В B64? В B64? В B64? В B64? В B64 прокате. Да. Нет, просто зачем делать такой оверхед, как бы, если вам нужно передать там зашифрованное слово «мало», да? Вы его зашифруете, там, каким-то симметричным ключом шифрования, у вас там получится, ну, там, не знаю, 20 байт шифрованного текста. Вы это превратите в картинку, которая будет весить в 5 килобайт. Зачем такой оверхед в трафике? Я уже не понимаю этот вопрос. Дело в том, что если мы передадим вот этот шифрованный текст, скажем, 5 байт шифрованного текста, если мы его передадим в картах, еще где-нибудь, где угодно, будет видно, что мы передаем шифрованному текстуру. А как-то интересно. Ну, картинка будет видна прямо какая-то, то есть, ну, картинка, мы же можем понять, что это вот набор просто каких-то точек или это реально? Нет, 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 это обычная картинка, то есть, например, берете картинку котика, и нажимаете, разбираете сюда. Котик не изменится почти. То есть, там просто выкалотика выкалотика выкалотика? Там последний бит пикселя убирается, он не влияет, его не видишь. А афоканал что-то? Нет, там не афоканал, там, ну, оттенок, оттенок минимальный. Например, что, таких программ, которые декодируют и находят эти зависимости, куча. Эти, в общем-то, субъективные показали. Они не декодируют, они декодируют. А? Доходят только. И, которые, ну, они находят и получают такой же текст. Ну, короче, не, на самом деле, на праве. А вот есть такое еще такое? Вот почему, смотри, вот идея была сзади, у Лениса очень хорошая. Не использовать алгоритмы криптографии и кристиганографии, да? А посмотреть в сторону протоколов, той же криптографии. Там очень много протоколов. Может обменяться какой-то информацией по открытому каналу, да? И ее использовать для шифрования. Просто получается, что такой котик, он завязан очень сильно на, то есть, неконкретной реализации. То есть, у другого клиента, который обменит с вами сообщение, у него тоже должна стоять эта программа. Да, да, да. Причем той же версии, скорее всего. Ну, либо вы очень будете, как-то, трепетно относиться к... Скорее всего, к поддержке. К поддержке, да, к ведущей версии. И опять же, если он сядет за комп, у него, получается, он это не сможет сделать? За компом это тоже нужно, ну, это перелизировать. В чем... Вот почему мы отказались от протоколов без шифрования? Чисто шифрования. Шифрования, действительно, протоколов куча, моря. Очень много. И они не обеспечивают должные защиты человека в том плане, что видно, что он передает шифрованный текст. Ну, на самом деле, у вас проект, в любом случае, message high, то есть вы сейчас не должны себя, если что, зажимать, там, рамками, допустим, одного картинки, скажем так, одной карты картинки. Потому что, может быть, интереснее было как раз какой-то разделенный вариант. Часть текстом, независимо, есть ли. Муртиальтически. В любом случае, то, что... Можно последний вопрос? Вот смотрите, вы передаете шифры, да? Можно зашифровывать. Вы передаете шифротек в боксе, передаете скрипт в контейнере. А как вы будете передавать пароль? Передавать пароль? Предполагается, что изначально люди знают пароль друг другу, договариваются. То есть это закрытый... У нас такой вопрос, другой. Я знаю кучу программ, которые это решат результ. Чем вот эти программы... Я знаю кучу. Чем они лучше, хуже? Ни одной не для Тайзена. Есть куча подлинней, они будут по Тайзенам работать, не консоль, а не консольные. Консоль это не кошерно. Написать будет для консоли, но я тебя умоляю. Представь себе бизнесмена, который хочет передать... Не будет бизнесмен использовать. Еще раз объясню. Купит за деньги, сертифицированный. Не надо, но ты меня сюда втыть, еще не скажешь. Это программа именно для тех, которые готовы платить за запасовские дачи. Нет, на самом деле, сама по себе такая ниша, вот такой задача для Тайзен, действительно, пока не закрыта. Ну, по крайней мере, на сколько нам зависит? Ну, значит, может не стоит, из того, что сегодня сейчас было слышно, может не стоит себя ограничивать только картинки. Может быть сделать только картинки? Вот. Остальные вопросы, которые были взяты по поводу того же хранения ключа, тоже, вне смысла очень хорошо продумать, как это сделать. И очень хорошо надо продумать UI, потому что, опять же, в предоставлении вашего приложения я вижу слабую часть. Скорее, на UI, как вы это сумеете показать, донести, что это... То есть, как пользователь сторонний легко поймет, как этим всем пользоваться, и как вообще, чтобы им было удобно работать. Ну, вот, я говорю, что это надо просто продумать, и, опять же, просто ваше внимание особенное к сегодняшнему промежуточному отчету. Вот эти все вопросы надо очень хорошо проработать, так, чтобы уже на промежуточном отчете вы могли совершенно четко знали сами внутри. Допустим, всегда в любом коллективе будут те, кто считает, по-другому это нормально, мало того, надо из этого вытаскивать машину информации для себя. Это правильно, так. Если вы считаете, что, мало того, я считаю, что прислушиваться имеет смысл всегда, максимально из этого постараться взять, так, но ваша задача, конечно, сделать готовое решение некоторое. Поэтому сегодня вот до 6 часов обязательно продумайте эти вопросы, сфокусируйтесь, и уже поэтому вы начинаете работать. Ну, вот, небольшой комментарий, просто я вижу под плюс кейс, вот именно реализация возможной для хакатона. То есть идея просто сделать, ну, локальное хранилище зашифрованной информации. То есть вы можете подключаться, ну, отлично использовать какие-то локальные медиафайлы, и вот именно, да, там, практически хранить данные в локальных медиафайлах, так, что никто не понимает, что там что-то хранится. Ну, вот, задача, которая, в принципе, там, сойдет для хакатона, но, опять же, все упирается именно в логичность построения интерфейса этого приложения, в хорошую реализацию работы с медиафайлами, ну, как-то так. Ну, да, и реализация, конечно, непосредственно самих алгоритмов шифрования, сохранения и прочих. Ну, на самом деле, потенциал, я думаю, есть, надо очень серьезно с этим... Еще вопрос. Ну, базисно, мой вопрос, а все-таки симметричный кусочек используется, или... Мы пока реализуем симметричные. Ну, не симметричные там... Для передачи, для хранения? Для передачи, да, но там надо протокол именно организовывать, то есть это надо... Да, и тоже, человеку надо разбираться в этом больше, если не симметричные ключи. Ай, бежим вопрос, потому что, я так понимаю, что SSL все-таки входит в Tizen, т.е. та же работает в Tizen, а теперь в Спартакол на построенном ключе. Ну, там SSL, смотри, если у нас нету проверки сертификатов, тогда он и из ним командами, да. Там, по-моему, есть устройство, там можно... Просто в обычном SSL, да, есть проверка сертификатов, но если мы делаем свое, собственно, с уважением... Нет, там есть устройство, значит, есть для этого... Ну, ладно, ребят, давайте мы это... Может, это потом... Отсудим потом, в том же порядке. Спасибо вам, удачи! Так, а следующий проект, это группа Петр, Денис, Сергей, проект Q MPC, презентация... Ну, в общем-то, смотрите, на самом деле идея какая. Есть MPD, это Media Player Demon, это консольное приложение, работающее под Linux, на котором есть... ну, в общем-то, это распространенное приложение, на него есть клиенты под все, и мы хотим написать еще клиент под Tizen. В общем-то, программа минимум, наша задача следующая, что мы хотим просто проигрывать... Ну, чтобы было... ну, вот есть, MPD крутится на какой-нибудь машине, дальше мы ходим с телефоном, можем сделать, ну, стартовая трек какой-нибудь, остановить трек, создать play power, там, следующий трек, предыдущий трек, громкость, положение по туреку ткнуть куда-нибудь, чтобы он начал, допустим, испроизвать середину или еще откуда-нибудь. Дальше, в общем, ну, и плюс случайно вы провели последовательность произведения. Дальше, в общем-то, планируется, это уже задача максимум, чтобы можно было еще плейлисты редактировать, изменять, дополнять и так далее, ну, сохранять и, соответственно, на жесткий диск. И, в общем-то, ну, в общем-то, по сути, написать полноценный плеер. Ну, так, то есть, у вас идея такая, есть медиасервер, на котором хранятся какие-то медиаданные, которые можно вот удаленно... Вот они проигрываются где? Они проигрываются на стороне сервера или на стороне устройства? Они проигрываются на стороне сервера. Они проигрываются на стороне сервера, на стороне сервер крутится демон консольный, в который мы пишем клиентской части. Так, то есть, ну, вы фактически пульт управления пишите. По сути, донат. А через какие интерфейсы вы собираетесь залезать? ТСПИ. Нет, я имею в виду, через... Физический фейс бетон. Физически, пока... Пока что, звать правит ТСПИ, проще всего. Ну, просто сеть. Зайти на сервер. Да, локальная сеть, которая будет вкрутиться в этот клиент сервер. Вы используете какие-то сторонние? Есть библиотека, которая написана к этому МПЦ. В общем-то, да, мы ее используем. Значит, насколько она сторонняя? Она сторонняя? Сторонняя. А насколько она удовлетворяет ТСПИ? Вопрос, какие API она использует, это вот отдельный вопрос. С чем она работает? Ну, в общем, хочется, чтобы он, конечно, магазин в итоге прошел. Там у них есть некоторые ограничения. А у вас эта библиотека как? Она используется как отдельный модуль или вы ее компилируете прямо, статически линкуете в своем приложении? Я компилирую, статически линкуете. Тогда, если она скомпилируется с помощью Tizen SDK, то, наверное, все будет нормально. Скорее всего, все будет хорошо. Да, будет хорошо. А там этот, ее разрешают статически линковать? Там лицензия-то какая? Там лицензия ГОИ. А что за ГОИ? ГНУ. ГНУ, даже прощение. НЖПЛ, да. НЖПЛ. 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 Но НЖПЛ тоже обычно можно линковать, зависит от требований. Но ее статически не влияет? Ну, ладно, попробуйте. Вон нормально. Как сервер, там, соответственно, мультимедиа данные? Как туда собираются? На серверах вы из каких-то... Делайте поиск по каким-то серверам? На самом деле, что планируется? Планируется локальная аудиотреки уже на сервер. Дальше, в общем, программируем, что просто их можно будет проигрывать и листать по ней. Программа Аксом, что можно будет, допустим, с телефона перекидывать, с интернета их искать, куда загружать. Ну, в общем-то, мы планируем проигрывать локальные файлы на локальном сервере. Ну, плюс загрузка из интернета, да, но не проигрывание с каких-нибудь аудио сайтов. Ну, пульт управления, вот сервер, медиа сервер хранит информацию, можем проигрывать. Ну, там, да, там всякие фишечки, свистулечки, там прочее, красиво. Для того, чтобы этот приложение действительно хорошо смотрелось, очень важно сделать удобный и классный UI. Вопросы, комментарии? Спасибо, удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая команда – это Дмитрий и, соответственно, приложение «Ансана Клайн». Добрый день, я Дмитрий, и на данном цикотоне я буду делать мобильный клиент для системы управления задачами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Просто системы управления задачами. А когда задачи имеют в виду органайзер персональный или… Ну, может использоваться как персональный органайзер и как многопользовательская система управления проектами. То есть система в целом универсальная. Сами системы… То есть управление проектами… Ну, они просто, я скажу, органайзер и система управления проектами серьезно различаются по своему функционалу? Будет сложно как в одну систему загнать? Нет, я так понимаю, что система уже есть, да, то есть это вот какая-то там интернет-сервис, да, то есть там Asana.com, который… АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А можно еще сказать, да, про это Asana. Ну, да, то есть это и тогда какие-то подробности нужно, потому что… Система разработана бывшим сотрудниками Facebook. Это «Драстин Масковицы» и «Драстин Розович». Система многопользовательская, в целом бесплатная, до 15 пользователей на один workspace. Ну, есть различные workspace, как личные, так и коллективные, есть разделение на проекты. То есть у остального функционала в целом соответствует очень скоподобный секс. То есть опять же, введение задач, комменты, теги, вот управление. В целом ничего. Тикеты, наверное, что-то такое. Ну, там используются задачи. А, задачи. Ну, как напоминание там. Напоминание тоже есть. А это будет вот нативный проект или дибридный? Вот. Ага. Ну, просто… Ну, на самом деле, да, тут хочется как-то вот использовать функционалы телефона. То есть вот именно с теми же напоминаниями, если взять, да, вот как-то напоминать, что действительно там что-то надо сделать. На самом деле, тут я бы видел синхронизацию с календарем. Самое ценное для меня было бы, если мы такую вещь делаем, то с внутренним календарем. Может быть, да. Это, на самом деле, сделать не очень сложно. Наверное, есть там такой довольно прозрачный API, который позволяет это сделать. Ну, я думаю, что и сделать. Отлично. Потому что и некий summary, например, по прогнозированию по объему работы до определенной задачи. Что я имею в виду? Ну, вот у меня сейчас очень часто бывает, что перегружено по разным правилам, да? Дедлайны разные, да? Дедлайны разные, да? На более раннее исполнение, так? При этом, поскольку вроде как вот какая-то там задача номер один, допустим, а накажет. В этом случае есть с нескими проектами работаешь. Именно, я говорю, проработали с нескими проектами. В этом случае это несколько трактов. Если это, ну, прожить начнет нормально, так? Допустим, я несколько... Асана, я не очень просто уверен. Асана поддерживает workpackage? Workpackage, то есть, ну, работа по разным пакетам. Ну, да, воркспейсе. Ну, воркспейсе, да. Вот, если, допустим, я персонально работаю с несколькими воркспейсами, так, и приоритетность, допустим, одного воркспейса, допустим, номер один, у меня очень высокая, приоритетность воркспейса номер два у меня значительно ниже, так? Но при этом дедлайн по воркспейсу номер два у меня через два дня, а по воркспейсе номер один у меня через пять дней, так? Стандартно, психологически я стараюсь обычно более приоритетные задачи выполнять раньше. Это действительно психология, да? При этом если мне в системе могла подсказать, что я Если я нормально успеваю сделать задачу по WordPress номер 2, которая даже менее прериктетна, уложиться в дедлайн, у меня хватает времени закрыть нормальный и WordPress 1 задачу, это было больше важно. Но это вот тоткий момент, потому что мне все ровно наоборот, поэтому зависит от того, как... Можно настроить, тогда сделаться хорошо. Но если у тебя система, может я бы сказать, что и то, и то можно уложить в дедлайны, то почему все так по-другому? Ну, нет, потому что даже если может чуть-чуть не укладываться в дедлайны, я делаю то, что более актуально. Ну, вот, то, что было более интересно, там, ну, ладно, это один вопрос. Я скажу, что реально я делаю сейчас и делаю так же. Ведь это потому, что я часто потом замечаю, что я мог это сделать, если у меня была система, которая подсказала бы на начале интернета, можно было бы просчитать, что да, это нормально укладываешься. То есть, абсолютно верно, в той же самой ситуации, я тоже сейчас, в первую очередь, делаю более приоритетные задачи. Но с точки зрения Project Man, это не станет правильно, если у тебя есть нормальный... Я думаю, на самом деле, если этот функционал уже там, в сервисе где-то есть, наверное, что что-нибудь такое, наверное, есть. Ну, на UI вот это приложение, потому что на мобильном приложении как раз и хороший UI, и вытащить такие вот текущие функционалы, который, может быть, им нужен на телефоне. Когда я там набегу, допустим, или где-то еду, мне надо быстро оценить, сделать снапшот того, что у меня происходит. То есть, я бы с точки зрения UI очень серьезно подумал. То есть, нет, на самом деле, здесь вопрос вот такой, немножко более общий. Планируется ли реализовать вот UI, ну, доступ именно в Viewer, то есть, посмотреть, какие там задачи, оценить, сколько времени. Или вот именно, в том числе и редактор, то есть, какие-то новые задачи назначать, там, чем-то управлять в этой системе. — Viewer и Viewer, и редактор. — Угу. — Вот. — Ну, вот-вот. — Вещи специально интересные, но я говорю, что, даже, даже, нашел бы пользоваться, есть функционаловая синхронизация с календарем, например, и анализа реальной workload до дедлайна по каждому ворклорспейсу. — Могло бы быть очень полезно. — Ну, по-моему, интересный проект, в любом случае. — Да, согласен. — Вопрос, комментарии? — Спасибо. — Так, а следующий проект Ярослав, умный афганайзер. Я так подумал и решил, что стоит сделать такое техприложение, которое имеет два режима днем и ночной, так сказать, дневной режим и ночной. В дневном режиме он будет отслеживать ваше местоположение и в зависимости от местоположения регулировать громкое звук. К примеру, если вы на улице, то громкость звука будет регулироваться в зависимости от громкости окружения, окружающего шума. Если вы, к примеру, в университете или на работе, то громкость звука будет либо на минимуме, либо полностью выключаться. Будет, возможно, правда это я не знаю как сделать, возможно будет функция для создания своих режимов. Ночной режим подразумевает то, что телефон или девайс будет отслеживать режим сна, то есть быстрый сон, медленный сон. То есть, если также будет поддержка, так сказать, тюмного будильника, который будет будить только в режиме. Ну, в некотором промежутке, при условии то, что вы оказались в режиме быстрого сна, такая шанса, как раньше было замечено, то, что человек просыпается и высыпается, только в основном, если он проснулся именно в режиме быстрого сна. Вопрос по дневному режиму, то есть, отслеживать, ну, фактически это приложение, которое изменяет звуковые режимы телефона, правильно понимаю? Ну, для дневного случая. Вот, оно отслеживает места, то есть там работа, учеба, дом. Как? Это будет вводить либо будет запрос на тему того, где вы находитесь, либо по гуглу картам и по координатам. По координатам, да. Да, вот это вот очень, на самом деле, очень хочется вот именно такую вещь, потому что, мне кажется, это может оказаться полезным, когда приложение по координатам понимает, в каком месте, да. Человек заходит в помещение, и после этого эта штука не знает, где он находится. Ну, зато она знает до тех пор, пока он не зашел в помещение. А это не учено? Нет, на самом деле... А это не учено через Wi-Fi или через 3G? Про Wi-Fi ничего не говорилось. Ни 3G ничего не говорилось. Нет, понимаете? Ну да, пожалуйста. 3G, дальше, 3G, такое большое вот покрытие, очень такое большое. А нужно прилить место, я так понимаю? Нет, на самом деле, прилить, ты дома или на работе, очень просто. Ты приходишь, у тебя включается определенный Wi-Fi. То есть, ну, это факт. То есть, ты дошел в зону действия Wi-Fi домашнего, тогда еще давно. Это не значит, что ты где-то гуляешь. А вдруг ты на рабочем, у тебя дома есть Wi-Fi? На работе у тебя дома есть Wi-Fi? Нет, вдруг ты на рабочем спишь. Ну, значит, ставишь... Ну, это, кстати, вот это хорошая идея. То есть, вот если получится отследить те сети Wi-Fi, к которым подключается телефон, это да, это хорошее вот уведомление. Это самое простое, что можно придумать, вот, навигация внутри помещения. А на самом деле куча вопросов, просто у нас лаборатория занималась. Вот, навигация внутри помещения, да, это огромнейшая проблема. gps здесь все-таки не поможет. gps может помочь на улице. Потом, значит, проблема какая? gps не экспо. Значит, во-первых, он нажрет батарейку, и вот, да. Потом, значит, дальше, вот ты сказал, что ты будешь подтверждать включение режима пользователя? По запросу или автоматически? Вот, подтверждением пользователя, то есть, если он не будет этого делать, я должен, вот у меня есть блютуз на телефоне, да, и я, по-другому, скажу, машину должен его включать, потому что у меня есть громкая связь в машине. Я его не включал, поэтому у меня постоянно блюжет батарея. А вот. И там такой еще вопрос. Вот дневной ночной режим, да? Угу. Такой хитрый вопрос. Вот будет ли эта штука подозреваться, что она будет как-то динамически менять ночь и день? Ну, как бы, все, что после, как бы, промежутки между двенадцатью часами и шестью это, как бы, будет считаться как ночной режим, все остальное это как дневной. Вот смотри, тебе дают такой вопрос. У тебя, значит, ты говоришь, что у тебя органайзер, да? То есть, ты знаешь, что человек делал в течение дня, ты знаешь, где он был в течение дня. Он заносит. Ну, ты знаешь это, ты собираешь эту информацию, да? Ты знаешь, что он делал в течение дня. Ты знаешь все, что он делал в течение дня. Правильно? Правильно. А сейчас вопрос. Ты можешь предположить, что тот человек устал, и что он, например, пришел домой, и он лежит спать. С большой долей вероятности. Или ты будешь все равно думать, что вот он целый день поработал, уехал в шесть утра дома, приехал домой в день, и он до двенадцати будет работать. То есть, до двенадцати у него не будет спать, он будет занят чем-то таким. Или наоборот, человек в клуб какой-то пошел. Или наоборот, да, человек ушел в клуб, да, и он ушел в клуб в двенадцать почти, он только туда уехал. Его наоборот погромче там сделал, чтобы что-то заметил. В двенадцать, да? И он там до трех ночи, и ты ему выключил звук, он спит. Ты дышь сначала, он спит, да, он спит. Давай, давай. Мы тебя сейчас еще раз будем, шесть утра, чтобы ты такой, там, шесть утра, приехал домой, и ты сейчас звонок. То есть, вот, 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 если ты делаешь организм, и у тебя эта информация есть, она же тебя снимает, ты не сам собираешь. Будешь ли, планируешь ли ты ее использовать в этих целях каких-то? То есть, ты человеку будешь сам предлагать какие-то действия, и сам предлагать тебе проснуться в это время. Например, знаете, в девять часов, да, человеку надо куда-то уйти. И ты знаешь, что человек обычно собирается час. Ты ему говоришь, чувак, ты в девять назначенное мероприятие, давай я тебе восемь будильник поставлю. Хочешь? Не хочешь восемь? Ну смотри, ты хочешь, наверное, помыться. Давай я тебе не восемь, а в семь тридцать поставлю. Тебе это нравится? Да, мне это нравится. Дело в чем? У меня прибудили, да? И я каждый раз ставлю время, меняю его. Если человеку предложишь там три-четыре варианта времени поставить, да? Это удобнее, чем набирать там, нажимать двадцать раз в минуту. Четыре раз в минуту, чем двадцать. Серега, так сейчас пытается все и прочих помошенных умных делать, но там, как сказать, изменить кочь на розу, и там искусственный средств применяется во все. То есть это нельзя делать, мне кажется, за два колена. Я просто спрашиваю, возможно это не так? На самом деле, тут мне предложение Ярослава Две речи. Во-первых, смешанно, на мониторинг быстрого и длинного скна, это само по себе очень серьезное приложение. Если одно его сделаете, все остальное можно забыть. Другой разговор, что это вам надо очень серьезно поработать с внутренними сенсорами, разобраться. Потому что, вы знаете, приложение действительно запикивается под матрас, и абсолютно неочевидный алгоритм. во-первых, надо вытащить алгоритм, во-вторых, надо уметь эти сенсоры обрабатывать. Можно я влезу в ней? Вот у нас есть Кирилл, да, они пытались прописать приложение для андроида, да, Кирилл? Вот подобного типа. Ну и что может просто не проксутироваться? То есть он что-то там дед, или что-то делать, что-то по этому поводу. Ну начали, а потом закусить. Вот они начали, просто спросить, где не застопрится, и какие-нибудь проблемы будет. Там слишком нафига всего делать надо. Нет, там действительно очень сложная задача, поэтому вот это меня первое. Потому что если вот из того, что я услышал, я бы свалиться можно на две задачи, я бы разбил. Первое, это после того, что предложил Кирилл, днем из него превратить в трекер перемещений, и этот трекер фактически это шагомет. То есть у людей на поясе сейчас много принято. Понятно, он индоор, он не работает. Ну ни черт с ним, мы считаем, что индоор относительно мало человек проходит. То есть если он перемещается, то он перемещается на улице. По скорости мы можем понять, он ехал на машине на транспорте, хотя по пробкам тоже не очевидная задача, но можем предположить хотя бы, да. А что он прошел? И можем некую физическую нагрузку. И если вторая часть, начиная сон, то это получается на самом деле мхлс, класса мхлс-приложений, то есть мобильный механизм, вполне интересно, да. Насколько это реализуемо за полтора дня, это вопрос второй, по-моему же. Я, например, ну реально боялся. Если вы не можете на что-то положить, то есть на какой-то уже готовый кусок, который может там откуда-то перенести опыт разработки. Да, готовый пастик. Да. То это сделать. Или же вернуться к относительно простому органайзеру, действительно, да, который какие-то дневные активности записывал. То же самое лог Wi-Fi. Очень полезная вещь потенциально, да. Можно подумать действительно о неком режиме, то есть когда человек там подходил, если вы относительно Google Мэтт, например, сможете проверять какие остановки, так когда он подходил, когда он садился в автобус, то есть вот такую логику. Тоже задача непростая, но это хотя бы относительно реализуемость. То есть если упираться еще и ночью, то наверное можно сделать. Вот. Но ни в коем случае я бы не стал на обе задачи. Я говорю, что если нет хорошей заготовки по другую правоохранку, то можно попасть. Мы пытались сделать подобное приложение по Dayos, но только остановились на полпути и забили, потому что ну вообще как бы с некоторой точностью все правильно. мы использовали уже готовые алгоритмы. Есть уже приложение, которое фиксирует фаз сна, но мы их немного изменяли и вполне работало как бы. Вот тогда почему вам не попробовать начать именно с так? То есть если у вас есть такие вещи, если вы с этим уже играли с подайос, тогда я думаю вот это абсолютно… А потом вот можно накручивать. То есть если у вас это получается, то вот это, вокруг это может быть дальше какие-то интересные вещи накручивать там с будильниками, например. Или же, вот тоже очень простое приложение довольно-таки на мой взгляд. Я не знаю, там же есть эти, как называется, темы. Ну и тема оформления, и звуковые схемы есть, да? Да. Схемы звуковые, выключить звук, включить звук, там поменять мелодию, да? Есть же это? Вот это мне как раз кажется то, что он сразу уговорился. В самом начале для него новый режим. Ты можешь сделать, значит, я так понимаю, что схема сделана как вот здесь вот, то есть это вручную надо менять. То есть можно сделать органайзер, в органайзере указать время, в которое вот эти схемы будут меняться сами. То есть не привязываться ни к GPS пока, ни к Wi-Fi, а именно просто по времени это делать. Такое приложение будет. очень сложное, в принципе, два дня можно их давать. То есть органайзер будет просто менять звуковые схемы, возможно там еще какую-то информацию будет давать. Вот можно сделать буквально два дня. Ну да, это намного проще, чем действительно по фазам сна. Ну смотрите, ну вот я бы на вашем месте очень быстро определился и чтобы время уже использовать на разработку. Потому что делать и то, и то не релизируешь. Тут, как я понимаю, основным критериям является и законченность приложения, да? Нет, они одинаковы. Законченность, реализационная сложность и качество UI. Но дело в том, что по опыту, если хоть по одной из категорий проваливаешься, то вероятность попасть в прорезеры ничтожит. Ну вот, что-то можно закончить. То есть у тебя идея хорошая, но там очень много вопросов, очень много компаний занимаются, они очень большие и делают очень долгое время. То есть тебе надо делать за два дня, полтора даже, меньше. Час, на неделю осталось, завтра полдня и сегодня полдня осталось. То есть день. Невероятная работа. Вопрос еще, комментарии. Ну тогда, Ярослав, только комментарий, что к седьмой, к шести часам очень внимательно и точно определите, конечно, что делать. Спасибо, удачи! Следующее, это Лев и Граф Дрояр. Меня зовут Лев. Собственно, моя идея на прокатон это написать такой минималистичный весьма построитель графиков. Я его назвал The Mighty Graph Drawer. Собственно, по названию уже понятно, что делает приложение. Я хочу написать ряд таких графиков, которые чаще всего встречаются. И, собственно, приложение будет их строить. В зависимости от задных параметров. Собственно, я считаю, что это весьма актуально, так как сам я учусь на радиофизическом факультете, и часто в лабораторных работах нужно построить какой-нибудь график, а в другой-то ничего и нет, кроме мобильного телефона. Собственно, у моих сопурсников возникают похожие проблемы. Вот поэтому я и взялся за решение подобное. Есть вопрос. Во-первых, это графики чего? Графики функций? Ну да, графики функций. Просто в Петрозаводске ребята делали похожую вещь. Ну, я рекомендую просто посмотреть видео есть из Петрозаводска, записи, посмотреть, что они сделали, но и сделать все-таки что-то помимо того, что там уже сделано. Но у них была идея, которую они не реализовали, это построение не только графика функций поверхности, то есть график функций от двух перемен. Но вот это было бы заметно интересно. Но так не знаю, что прокомментировать. Ну, там у них еще с языком ввода функции были проблемы, то есть фиксированные функции были нормально, а так они нормальный язык-то... В смысле? Ну, там не язык, там можно было вводить выражение через точку запятой, функции писать, а не строить. Конечно, я имею в виду, что сложные функции, там корень квадратный... Там вроде работали, эскорты написали, и он строил. А третью... Как по-моему, вот эти лечения... В смысле? Да не, было все там, там был большой список функций, которые поддерживались. Ну, может быть, мне кажется, там все работали. Главное, их в сложных поражениях было очень сложно использовать. Но в любом случае... Но у них было действительно несколько... В общем, можно было накладывать на один график несколько... Я, в общем, уже такой, чтобы плагиаты не получились. Да, то есть, чтобы не было повторения уже того, что сделано, я просто рекомендую посмотреть видео, там, с их презентацией, идеей и с показом уже готового поражения есть. Хорошо, а я тогда сориентирую. Что-то новое хочется. Да, тогда на 6 часов это как раз обсудим. Базовая трещька... Ну, от 3D было бы очень интересно, конечно. Либо можно шагнуть в другую сторону. Строить не 3D, а строить не просто графики, а разные диаграммы. Вот ты открываешь, когда в офисное приложение, вот там нет кучу разных вот этих диаграмм, графиков и прочих, рисовать по данным. Либо в эту сторону. То есть, строить не разного рода диаграммы, которые тоже бывают полезны. Понятно. Спасибо за совет. Спасибо. И презентация с этим проектом... А нет, прошу еще 2, Евгений. Это проект ДУПУ. У меня зовут Евгений. Я делаю суток аналогов. Игру. Думаю, я вскрыж. Суток аналогов в такой игре. Дальше много разнообразных. Суть игры заключается в том, что дается доска, состоится клетка. На клетках находятся кубики, кубы. Делается шаблон, который можно составить по этим. Суть перемещается кубики. И сложность заключается в том, что кубики перемещаются не на одну клетку доски, а по всей длине иксы. Игру. До тех, кто пока не встретится препятствий. Вот чтобы как-то разнообразить игру от других аналогов, решил изменить правильное данное. Возможность игры на время. Возможность игры по количеству ходов будет выводить с турнирной таблицей. В случайном порядке перемещаются кубики, как и игрока, так и кубики-препятствия, которые будут помешать ему. Есть. Представляю сделать подможенную графическую форму. Размер. Основный случай. Понял. Да. У меня еще одна идея. Можно сделать какие-то препятствия, которые подвижны. Сейчас варят. Да. Ну-ну-ну. Ну ладно. Хороший вопрос. А вот в совершении перемещения препятствий кубиков, а там не получится такой момент, что просто невозможно будет создать подвижность? Я думаю, когда возможно, и вариант тогда будет все-таки рассчитываться, чтобы не делать подвижность. Ну да. То есть, если все статическое, там… Да. Вопрос такой вот. Карты вот эти вот уровни. Ну уровни какие-то будут разные, да. Они, опять же, предопределены или они как-то можно синтезировать их на лету. Или это… Расчетку то, что они перемещаются? Ну да. Такая известная игрушка, кстати, на Майма 5-ом была предустановлена. Похожа. Вопросы? Комментарии? Ну тут действительно очень важно на качестве UI обращать внимание какие-то фишки. Ну как в любом случае с игрушкой, да. Вопросы интересные, красивые. Вопросы интересные, красивые. Конечно, местные, где вы можете набрать полноценные баллы. Я думаю, как раз по этой игрушке уже в шесть часов какая-то простенькая демо хотя бы целая будет. Удачи. Спасибо. И презентация проекта Словарик. Светлана. Меня зовут Светлана. Собственно, я хочу посмотреть на возможности платформы Tizen. В частности, на возможности обмена между нативной и веб-частью на основе того же самого Словарика. То есть, использовать какие-то наработки для натив-части и, соответственно, классы оттуда сделать какой-нибудь UI на JavaScript. Посмотреть, как там будет работать. То же самое веб-чей. Но, как говорится, дальше по ситуации. Если получится сделать подсвет, там, перевод каких-то распознанных слов, это будет прекрасно. Но я пока не нашла даже какую сторону отдела копать. А это, когда распознавок не получится к сервису, Google подключиться. По картинкам детства дает. Ну, тоже, как вот этот Google Translate, который приложение мобильное. Очень помню такое делать. Мне кажется, у них сервис, по-моему, просто так. Можно быть, посмотреть. Ну, да, я тоже не уверен, на самом деле. А база данных слов, это? Ну, база данных слов, я думаю, какой-то из интернета возьмёт своё сделание. В принципе, с коррением. Вопрос. А почему просто не стучится к Google Translate? Да. И что-то не делать. Значит, я смотрел где-то год назад, значит, там есть… Он умеет его воспроизводить, он сразу даёт… То есть, вставляешь ему текст, он выдаёт тебе по-моему, смоль какую-нибудь, там, по-моему… Он даёт тебе перевод, выдаёт эту смс справа обычно, да? И выдаёт ещё звуковой файл, который можно воспроизвести в пользу. Я просто сказал. Или же можно сделать какой-то голосовой переводчик, то есть, вы набираете текст, скамливаете его в Google, Google этот текст, да, вам возвращается аудиофайл, и вот этот аудиофайл, например, я там по улице, да, я хочу поговорить с кем-то, я не знаю здесь вообще. Набираю текст, скажу к человеку, дыкаю на play, и эта штука за меня говорит ему, что я от него хочу. Человек креится и уходит. Ну, он креится, конечно, но по нему… Нет, кстати, если написать текст более-менее осмысленно, то… Лучше дать ему прочитать просто. На русском языке? Нет, ну там английский перевод. Ну, я имею в виду… Ну, понятно. Такой, такой… Ну, про… Ну, про… А, вообще, как у нас показала практика, английский текст Тайзен сам умеет производить. Ага. То есть, там есть вот этот вот инструмент text to speech, нативное приложение умеет его читать. Честно сказать, про Google Translate, мне бы с ним все-таки не хотелось связываться по простой причине – это интернет. Интернет-коннекшн, он может быть, его может не быть. Хочется сделать оффлайн словарь. Да, хочется пока сделать оффлайн словарь, плюс… Ну, мне интересен сам Тайзен, а не как, в принципе, контролл своих на самом деле. Просто так короткий личный вопрос. Да, надо продумать, как словарик собрать локально. То есть, все равно нужно будет как-то вытащить его одноразово? Ну, базу данных надо, да. Есть, я с этим тут пытался один раз какой-нибудь словарик писать. Есть открытая база словарей, а глупость? Ну, я уже, в принципе, посмотрела, что что-то такое есть, но… Сами словарей. То есть, там XML-файлы, где исходные слова и переводчики? Ну, XML был бы, на самом деле, кстати, но он вроде стайзен с SQL прекрасно работает. SQL, я только не помню. SQLite. SQLite? Да. Ну, интересно будет, но для демки, конечно, очень важно тогда иметь какой-то словарик набранный. Ну, там простенький, пять слов, пять переводов. Ну, там лучше чуть-чуть больше. Ну, может быть, да. Ну, в общем, важно показать, как процесс будет происходить. Ну, текстовский, честно, его действительно просто сделать. Средственным интеризмом тоже просто разобрались. Да, это тоже была хорошая фишка. Ну, в общем, это было сделано в Питеринах, в Катоне. Причем, как-то они быстро его запустили. Я подробностей и деталей технических не знаю, но запустили его быстро. Ну, это правда. Они уходили буквально два часа. Что-то, по-моему, будет. Замахиваться на... Один человек. Замахиваться на интеллектуальные подсказки. То есть на основе предыдущего я, наверное, не буду просто не успею физически... Как идеи развития? Хорошо. Вопрос, комментарии? Все, Светлана, тогда спасибо большое. В результате к Катону допущено 11 команд, одна из которых вне конкурса. Последний шанс, опять, для всех команд. Кто-нибудь хочет поменять состав участников? То есть дописать кого-то, ну, в общем, трех, 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 или наоборот, убрать, если не получается. Нет. Все, тогда текущий список считаем утвержденным, начинаем спокойно работать. Так, спасибо. Олег. Продолжение следует...